В Югре в 2023 году планируют закрыть потребности в жилье детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Распоряжение об обеспечении данной категории лиц благоустроенным жильем приняло накануне правительства региона. Всего на начало текущего года уже обеспечены жилыми помещениями 45 сирот, при этом 13 квартир приобретены за счет федерального бюджета. Сейчас на получение квартир в округе претендует 577 граждан. Отмечу, что решение правительства предусматривает стопроцентное закрытие потребности до конца этого года. Итак, 45 квартир из потребностей приобретены, 45 минус 13 переданы муниципалитетами, названной категорией лиц 13. Не позднее, чем вторник, закончится оформление документов по передаче в омладение муниципалитетами этих жилых помещений. И я прошу в течение не больше, чем три рабочих дня соответствующего муниципалитета, оформить их на граждан, перед которыми есть государственные обязательства на этот счет. В Югре дополнительно направят 234 миллиона рублей на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Об этом рассказали на очередном заседании окружного правительства. Так принято решение внести изменения в некоторые региональные госпрограммы. Это связано с корректировками регионального бюджета. В частности, в казне появляются дополнительные средства, которые направят на развитие промышленности, туризма, образования, культуры и спорта. Например, на строительство нового музейного комплекса Барсова гора в Сургуте дополнительно направят 105 миллионов рублей. А также через госпрограмму муниципальное образование получат 179,6 миллионов рублей дополнительно к имеющимся ресурсам на реконструкцию, расширение, модернизацию строительства ВОЗ, КНС сетей водоотведения в Польковском, фильтровальные санкции ДНК и канализационных очистных сооружений в Кантинском. В Сургуте перенесли реализацию транспортной реформы. Местные власти просто не успевают перезаключить с перевозчиками договоры на обслуживание новых маршрутов. Вести измененное расписание теперь планируют не раньше 20 мая. Дата, как заявляют представители местных властей, не окончательная. Это время собираются использовать для того, чтобы еще раз откорректировать новую схему движения. На телефон специальной горячей линии по вопросам автобусных маршрутов поступили более полутора тысяч предложений от граждан. Четверть из них уже внесли в схему. После критики жителей 12 маршрутов откорректировали. Реформа общественного транспорта в Сургуте обещает сократить среднее время в пути пассажиров в 43 минут до 34. В городе собираются ввести пересадочный тариф. Садясь в следующий автобус, деньги за поездку брать не будут. Также местные власти хотят обновить автопарк. Заявку на приобретение 157 автобусов уже направили на рассмотрение в окружной департамент. Космонавт-испытатель Сергей Рыжиков показал, как выглядит Югра из космоса. Накануне Герой России приехал в Фантамансиск, чтобы встретиться с финалистами проекта «Дежурный по планете». Это школьники и студенты, ставшие призерами конкурсов в сфере космических технологий. На встрече также присутствовала губернатор Югры Наталья Комарова. Глава региона отметила достижения школьников, пожелала им удачи, а также творческих и научных успехов. А первый югорский космонавт рассказал ребятам о работе на Международной космической станции, ответил на их вопросы и вручил губернатору две фотографии. Это Югра и Хантамансиск с высоты МКС. После этого Сергей Рыжиков познакомился с проектами, которые молодые инженеры под руководством экспертов космической отрасли готовят для защиты. В наше время мы только мечтали о таких просторных классах, таких помещениях, таких технических возможностях. При этом хотелось бы все-таки добавить, что не только этим нам определяется успех в конечном итоге. В первую очередь это люди. Когда есть увлеченные преподаватели, когда дети с яркими глазами, когда задачи интересные, это здорово. Отмечу космическая смена. В Хантамансиске объединило 132 участника. Ребят, приехавших из 32 регионов страны, распределили по профильным технологическим направлениям. В частности, они программируют внутренние системы спутника, разрабатывают полезные нагрузки и алгоритмы управления для роверов. А еще строят уменьшенные копии ракеты спутников. Завтра их будут запускать в стратосферу на высоту около 25 километров. Подведение итогов смены и защита проектов пройдут 25 апреля. Ваши собственные проекты и кейсы, которые вам предложили научные организации, тростливые компании. И я хочу сразу вам пожелать, чтобы каждая из ваших находок, каждая из ваших работ была вопрещена в жизни. Сегодня по всей Югре проходит единый день открытых дверей. В рамках федерального проекта «Профессионалитет» школьников знакомят с программами колледжей и техникумов, привлекают в рабочие специальности. Сам проект «Профессионалитет» подразумевает создание образовательно-производственных центров, внедрение новых интенсивных учебных программ, которые ориентированы на потребности рынка труда и конкретных компаний. В рамках дня открытых дверей проводят окружное родительское собрание, экскурсии на предприятие «Всероссийский классный час». Школьники, которые выбирают дальнейшее освоение программ среднего профобразования, в дальнейшем трудоустраиваются на передовые отраслевые предприятия Югры. Так, в этом году приемное обучение в рамках проекта «Профессионалитет» производится в двух центрах. В отрасли добычи полезных ископаемых Югра-Инг-К-Проф и в отрасли топливно-энергетического комплекса «Профюгротек». Югорские предприниматели бесплатно проверят свой экспортный потенциал. Это стало доступным благодаря фонду поддержки предпринимательства Югры «Мой бизнес». Предпринимателям всего лишь потребуется оформить личный кабинет на портале «Мой экспорт», заполнить анкету и свой профиль. Так, на начальном этапе предпринимателям предложат пройти оценку на экспортную зрелость своей компании. И уже по итогу ответов специалисты определят оптимальную экспортную стратегию, а также разработают индивидуальную дорожную карту компании. Кроме того, югорчанам бесплатно окажут образовательные, аналитические, страховые, гарантийные и финансовые услуги. Также за каждым предпринимателем закрепят своего менеджера. Теперь еще больше бизнесменов округа смогут оценить свою готовность выйти на экспорт и начать продвигать югорские товары за границей. А вот некоторые югорские предприятия уже ведут экспортный бизнес, причем успешно. Так, Египет планирует сотрудничество с нягоньским предприятием «Синергия». В декабре прошлого года компания приняла участие в международной выставке в сфере лесной промышленности в Каире. Там предприятие презентовало свою продукцию и обсудило возможности сотрудничества с иностранными партнерами. В свою очередь, зарубежные предприятия отметили высокое качество ламината и МДФ-плит югорского производства. Кроме того, каждый из потенциальных партнеров отметил необходимость дальнейшего диалога по выводу нашей продукции на египетский рынок. Отмечу, что «Синергия» производит экологически чистые МДФ-плиты с использованием новейших технологий и материалов. Пандемия коронавируса, начавшаяся в 2020 году, заставила всех снова говорить о такой форме защиты иммунитета, как вакцинация. Помочь победить ковид, по словам медиков, помогла именно она. А что еще мы должны знать о прививках? Какие вакцины должны получить все жители страны согласно национальному календарю? И что делать, если не знаешь, отчего тебя прививали в детстве? Ответы на эти вопросы искала моя коллега Регина Гауфе. А знаете ли вы, что даже по достижению взрослого возраста есть вакцины, которые просто необходимы вашему организму? И речь здесь не о прививках от гриппа или ковида. Заинтригованы? Ответ узнаете в новом выпуске программы «Больше, чем новости». Не пропустите! Этой девятиэтажке в Нижневартовске почти 40 лет. И за все это время в доме ни разу не проводился серьезный ремонт. Лифты, к примеру, вообще не меняли. Находиться в их кабинах было просто опасно для жизни. На помощь жильцам пришла региональная программа капремонта. Дом 48 по улице 60 лет Октября был включен в список. И уже через несколько месяцев все работы по установке подъемников были завершены. Сейчас новые лифты ждут жильцы соседнего дома номер 49, где уже идут работы. В результате конкурсных процедур определяется подрядная организация. До трех месяцев это разработка проектной документации. Но зачастую показывают, что два месяца достаточно для разработки проектов. И средний лифт, девятиэтажка, также монтируется в пределах двух месяцев. Помимо этого и специалистами фонда контролируется процесс производства работ и привлекаются сторонние специализированные организации, которые осуществляют строительный контроль. В этом году в Югре в рамках региональной программы капитального ремонта будет заменено 196 лифтов в 39 многоквартирных домах. Большинство работ пройдут в Нижневартовске. Здесь очень много старых многоэтажек по сравнению с другими муниципалитетами. Жителей ждут энергоэффективные современные лифты с антивандальным покрытием полностью отечественного производства. Менять будут кабины, лифтовое оборудование, направляющие в шахтах, подъемные механизмы. По сравнению с импортными они гораздо проще в обслуживании. Для них легче найти детали на замену. На сегодняшний день заводы не имеют каких-то сложностей с поставкой оборудования. Те объемы, которые сегодня существуют, потребность в тех объемах, она полностью перекрывается данными производителями. С начала действия программы капремонта югорчане собрали более 25 миллиардов рублей. Региональная программа рассчитана до 2049 года. Согласно документу, в округе планируется обновить 6000 домов.